В 19 веке территория Ауховского района входила в состав Северо-Кавказского имамата. Тогда была образована административная граница Ауховское наибство. После Кавказской войны наибство преобразовано в Ауховский округ. В 1942 образован Ауховский район в составе Дагестанской АССР. Именно тогда, по историческим сводкам, и началась подготовка к насильственному выселению 44-го. Есть основания полагать, что подготовка к выселению началась весной 1942 года, когда была приостановлена мобилизация чеченцев и ингушей под предлогом якобы невозможности содержать их в частях. В октябре 1943 года для подготовки данных об антисоветских выступлениях в Чеченой Ингушетию приезжал заместитель наркома НКВД Кабулов. 9 ноября им была представлена записка на имя наркома внутренних дел Лаврентия Берии о якобы массовых проявлениях бандитизма и дезертирства в республике, которая была одобрена последним. В Казахстане и Средней Азии началась подготовка к приему спецпереселенцев. Для контроля над ними было создано 135 районных и 375 поселковых комендатур. Ставропольский крайком с октября 1943 года готовил списки русских переселенцев в Чеченой Ингушетию. С лета 1943 года в Грозном собирались войска, хотя линия фронта уходила все дальше на запад. Прибывшие войска НКВД переодевались в общевойсковую форму. Разведывательные самолеты совершали регулярные облеты горных районов. Операция «Чечевица» началась 23 февраля 1944 года в 2 часа по московскому времени, когда по радио был передан кодовый сигнал «Пантера». Почти 700 тысяч человек были высланы за считанные дни в степи Средней Азии. Указ Президиума Верховного Совета СССР. Всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чечено-Ингушетской АССР, также в прилегающих к ней районах, переселить в другие районы СССР, а Чечено-Ингушетскую АССР ликвидировать. Тогда же был ликвидирован и Ауховский район, как оказалось впоследствии на долгие годы. Два села Юртаух и Акташ-Аух переданы в Казбековский район. На месте остальных населенных пунктов Ауховского района образован Новолагский район. После реабилитации в 1957 году чеченцы и акинцы вернулись на родину. Можно сказать, были высланы еще раз. В родные села доступа для них не было. У населенных пунктов новые названия, а в их собственных домах новые хозяева. Реабилитированных чеченцев расселили на равнение в Хасавюрте и Хасавюртовском районе. Тотальный контроль со стороны советских властей не позволял предпринять какие-либо меры. Решение о восстановлении Ауховского района было принято в 1991 году. Тогда же, согласно закону о репрессированных народах для переселенцев из восстанавливаемых районов, предполагалось построить новый со всеми коммуникациями на краю Махачкалы поселок Новострой. А территория района должна была быть восстановлена в соответствии с территорией 1942 года, возвращая району и населенным пунктам исторические названия. Однако вопрос остается нерешенным. Более того, происходит это в то время, когда руководство страны призывает строго соблюдать закон и ни в коем случае не допускать межнациональных конфликтов. У них историческая память сохранилась по поводу несправедливых решений, связанных с выселением, когда их там в вагонах для скота вывозили куда-нибудь в степи Казахстана, и сколько там по дороге человек умирало. Ведь никто как бы этого не забыл. Это тоже результат межнациональных отношений. Мы ни в коем случае ничего подобного не должны допустить, что привело бы нас к таким трагедиям. Мы, конечно, будем поддерживать все структуры и в средствах массовой информации, и общественные организации, деятельность которых направлена на то, чтобы сглаживать имеющиеся какие-то возникающие спорные моменты, имеющиеся возможные трения на межнациональном уровне. О необходимости восстановления района высказывался первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Неоднократно он принимал делегации чеченцев из Дагестана, которые обращались с просьбой о поддержке. Герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Об исторической несправедливости в отношении своего же народа многократно высказывался и Рамзан Кадыров. Более того, глава Чеченской Республики оказывает всестороннюю поддержку чеченцам, которые проживают в Дагестане. Региональным общественным фондом имени Ахмада Хаджи Кадырова проводятся благотворительные акции, финансируется строительство мечетей. Вот те дагестанцы, которые там живут, получали по несколько раз деньги, земли, все, чтобы оттуда оставили эти дома. Вот мне задают вопросы, ко мне приезжают чеченские делегации очень много. Я говорю, это не мой вопрос, это дагестанский вопрос. Хотя я там стараюсь помочь, там решить вопрос, чтобы чеченцы зашли свои дома. Тема восстановления Ауховского района регулярно освещается и на площадке телеканала «Грозный». Мы же знаем, что чужое для мусульманина – это запрещено. Аллахом определено, что это харам. Мы же знаем, что чужой дом, сад чужой. Почему тогда эти запреты не знают наши братья и соседи? Но факт остается фактом. Как бы ни называлось это место, это земли, где жили чеченцы. Но мы не оспариваем территориальную целостность, так скажем, Дагестана. Тот же район, пускай он находится в республике Дагестан, но если есть закон о реабилитации Ауского района, то закон должен быть в республике. В разные периоды главы республики Дагестан говорили о необходимости исполнения закона о репрессированных народах. Мы обязательно решение этого съезда исполним. Ауховский район будет возрожден в рамках нынешнего Новолагского района, а лагское население будет переселено на новые территории, и там будут нормальные условия для жизни. Конкретные сроки – это ближайшие перспективы. Один-два года, я думаю. 19 февраля 1989 года в селении Ярыксу Новолагского района Дагестана был установлен первый в стране на постсоветском пространстве памятник жертвам сталинизма. Здесь ежегодно 23 февраля проходит собрание чеченцев-акинцев. Вспоминают жертв насильственные репрессии и призывают властей к восстановлению исторической справедливости. Редактор субтитров А.Семкин